На то, как работает конвейер, можно смотреть бесконечно, но для владельца производства дорога каждая секунда, ведь все это время тикает электросчетчик. Оборудование по переработке молока потребляет немало электричества. За последние три года эта статья расходов предприятия увеличилась практически на треть и сопоставима с уплатой налогов. Пока мы стараемся эту себестоимость, то есть цену на продукт не поднимать, сдерживать, но это все идет за счет нашей прибыли. Пока что мы с этим как-то пытаемся справиться. Поэтому сейчас, когда снова ожидается повышение тарифа с 1 июля, конечно, это будет больно в очередной раз ударить по нам. И, скорее всего, нам придется поднимать уже цену. То есть мы не сможем сдерживать, потому что за нами стоят люди, которые хотят получать зарплату, за нами у нас есть налоги, у нас есть другие обязательства, которые мы должны выполнять. Под угрозой стабильности других предприятий, дающих тысячи рабочих мест, проблема стоит не первый год. Еще в 2009 году ведущие бизнесмены Хакасии обращались к главе республики с просьбой помочь урегулировать ценовой вопрос. Он появился вследствие реформы в энергетике, и теперь цену киловатт-часа государство регулирует только для населения, а для остальных потребителей ее определяет рынок. В результате такой либерализации произошел резкий скачок тарифов, в некоторых случаях на 50-60%, и цены продолжают расти. В такой ситуации сложно говорить о конкурентоспособности предприятия Хакасии, уверен, уполномоченный по защите прав предпринимателей. У нас в Абакане на одной стороне Енисея, и на другой стороне Енисея, и в Саиногорске, и по другую сторону Енисея, допустим, там цена электроэнергии 3 рубля, а у нас в Хакасии 5 рублей, где предприниматель разместит свое производство. Россия продает в Китае электроэнергию по 40 копеек за киловатт-час, и там она для конечного потребителя стоит 1 рубль. Как мы можем конкурировать наш бизнес российский с китайским при таких ценах на энергоносители? В главной сбытовой организации Хакас Энергосбыти опровергли информацию о том, что с 1 июля будет подорожание тарифов для юрлиц, и подчеркнули, они никак не влияют на ценообразование. Более того, говорят специалисты, предприятие не может самостоятельно завысить или занесить стоимость. По какой цене оно покупает энергию на оптовом рынке, по такой перепродает потребителям республики. Все надбавки регулируются в госком тарифе Энерго, которое контролирует работу монополиста. Они проверяют, у них есть проверки. По нам в прошлом году была проверка, проверка не выявила недостатков. То есть мы, как гарантирующий поставщик, повторюсь, регулируемся. И вся вот эта цена складывается, от нас не зависит. У бизнеса есть выход покупать электроэнергию не у Хакас Энергосбыта, а у коммерческих операторов, которые, конкурируя с монополистом, могут понижать свои цены. Однако для этого вначале придется пройти сложный этап согласования и немалых финансовых затрат. Так что насколько это выигрышно, еще вопрос. По мнению экспертов, ситуация может выправиться в 2017 году, когда не исключена отмена механизма перекрестного субсидирования. В этом случае рядовые потребители станут платить рыночную цену за киловатт-час, что облегчит нагрузку на других потребителей, в том числе на малый и средний бизнес.